В настоящее время во всех странах проводится реформа государственной системы образования. Это происходит по двум причинам. Первая причина – экономическая. Люди пытаются выяснить, получают ли наши дети достаточно знаний, чтобы занять свое место в экономике 21 века. Но как это сделать, учитывая, что нельзя даже предсказать, что произойдет в экономике через неделю? Это наглядно показал нам недавний кризис. Так что же делать? Вторая причина – культурная. Во всех странах думают, как научить детей сохранять культурную самобытность и передавать свое культурное наследие, при этом не выпадая из процесса глобализации. Каков ответ на этот вопрос? Проблема в том, что детей пытаются готовить к будущему, но старыми методами. Это отталкивает миллионы детей, которые не видят смысла ходить в школу. Раньше школьникам говорили, если будешь хорошо учиться в школе, поступишь в вуз, получишь диплом, обязательно найдешь работу. Наши дети в это не верят. И правильно делают. С дипломом, конечно, лучше, чем без него, но он уже не дает никаких гарантий. Особенно плохо, если для получения высшего образования приходится отказываться от каких-то важных для себя вещей. Существует мнение, что выходом может стать повышение образовательных стандартов. Что, правда? Да, так надо. Не понижать же их в самом деле. Хотя я слышал аргументы и в пользу их понижения. Но, конечно, стандарты надо повышать. Проблема в том, что существующая система образования разрабатывалась и создавалась для другой эпохи. Она создавалась в условиях духовной культуры эпохи просвещения и в экономических условиях промышленной революции. До середины 19 века государственные общедоступные системы образования просто не существовало. Конечно, при наличии денег можно было обучаться в иезуитских школах, но общее образование, финансируемое за счет налоговых отчислений, обязательное для всех и предоставляемое бесплатно, было революционной идеей. Было множество возражений. Утверждали, что большинству детей из рабочих семей государственное образование ничем не поможет. Их невозможно обучить письмо и чтению, поэтому не стоит тратить на них время. Эта идея легла в основу пирамиды представления о структуре общества. Она опиралась на экономические потребности того времени. И красной нитью ушла так называемая интеллектуальная модель разума, которая по сути отражала принятую в эпоху просвещения определение разума. Тогда считалось, что разум состоит из способностей к определенному типу дедуктивного мышления и знания классики в оригинале. То, что сейчас называется академическими способностями. В основе государственного образования лежит разделение людей на два типа – интеллектуалы и неинтеллектуалы, умные люди и неумные люди. В результате многие гении понятия не имеют о своих талантах, ведь их способности оцениваются на основании весьма одностороннего определения разума. Итак, система образования держится на двух столпах – экономическом и интеллектуальном. И я считаю, что такая модель испортила немало судеб. Она вроде бы отлично подходит для некоторых людей, но, с другой стороны, совершенно непригодна для других. В результате наблюдается целая эпидемия, которая, по большому счету, является фикцией. Это эпидемия СДВГ. Перед вами карта распространения СДВГ, а вернее, количества выписанных препаратов от СДВГ. Не поймите меня неправильно. Я не утверждаю, что синдрома дефицита внимания с гиперактивностью не существует. У меня нет достаточной для этого квалификации. Большинство детских психологов и психиатров утверждают, что такой синдром существует. Хотя вопрос остается открытым. Но я точно знаю, что нет никакой эпидемии. Детей сейчас принято пичкать лекарствами так же, как раньше, без особых раздумий было принято удалять гланды. Основания для этого все те же – медицинская мода. В наше время на детей действует больше раздражителей, чем когда-либо в истории человечества. Каждый источник информации пытается максимально овладеть их вниманием, будь то компьютеры, сотовые телефоны, реклама или сотни телеканалов. Но им нельзя на это отвлекаться, иначе их ждет наказание. Отвлекаться от чего? От скучнейшей тягомотины, которую преподают в школах. Мне кажется не случайным, что с введением стандартных методик тестирования СДВГ встречается все чаще. Чтобы дети были спокойнее и могли концентрироваться, им прописывают риталин, аддерал и всякие другие, зачастую опасные препараты. Согласно этой карте, чем дальше на восток, тем чаще у детей встречается СДВГ. Проблемы начинаются уже в Оклахоме. Ближе к Арканзасу мысли разбегаются. Ну и в Вашингтоне мозг полностью превращается в желе. Возможно, этому есть и другие причины, конечно. Это эпидемия фикции. Теперь давайте поговорим об искусстве. Хотя проблемы не только с искусством, но также с естественными и точными науками. Я начал говорить про искусство, потому что в современном мире ему приходится особенно тяжело. Искусство вызывает в людях эстетические переживания, то есть усиливают чувства. Человек сопереживает. Его мысли целиком заняты тем, что он видит. Мозг работает как часы. Анестетики же, напротив, отключают чувства и делают человека невосприимчивым к окружающему миру. Многие из этих препаратов являются анестетиками. Наши дети получают образование под наркозом. Я считаю, мы движемся не в том направлении. Нам нужно не усыплять детей, а пробуждать в них скрытые способности. Но в данный момент модель такова. Система образования построена в интересах промышленности и по той же схеме. Приведу несколько примеров. Школы до сих пор напоминают заводы. Звонки, гудки, отдельные корпуса, специализации по отдельным предметам. Дети до сих пор обучаются партиями. Они разделяются на возрастные группы. Зачем? С чего мы взяли, что в основе разделения должен быть возраст? Неужели наиболее важная характеристика ребенка — это год его выпуска? Каким-то детям одни предметы даются легче, чем другие. Или им легче учиться в определенное время суток. Или лучше в малых группах, чем в больших. Некоторым вообще удобно учиться индивидуально. При создании образовательной модели нужно уходить от мышления категориями промышленности. Потому что в настоящее время всех пытаются запихнуть в единые рамки. Все более стандартизируя методы тестирования. Я считаю, нужно двигаться в противоположную сторону. Именно это я имею в виду под изменением парадигмы. Пару лет назад было опубликовано большое исследование на тему дивергентного мышления. Не путайте дивергентное мышление с творческим. Творчество — это процесс создания оригинальных идей, обладающих определенной ценностью. Дивергентное мышление — это не то же самое. Скорее, это обязательное условие для творчества. Это способность находить множество возможных решений задачи. Способность по-разному интерпретировать условия задачи. Способность думать горизонтально. Мыслить не только линейно или перпендикулярно. Несколько решений лучше, чем одно. Для примера. Придумайте как можно больше вариантов использования канцелярской скрепки. В общем, несложный вопрос. Большинство людей способны предложить 10-15 вариантов. Люди с высоким интеллектом могут предложить целых 200. При этом они задаются вопросами типа «Может ли скрепка быть 100 метров в длину и при этом сделанной из пенопласта?» Это все еще канцелярская скрепка, но уже не похожая на другие. В этом эксперименте участвовало полторы тысячи человек. Он описывался в книге «Контрольная точка» и дальше. Если набрать определенное количество очков в тесте, можно смело считать себя гением дивергентного мышления. Попробуйте угадать, сколько процентов людей, прошедших тест, оказались гениями дивергентного мышления. Дам одну подсказку. Это были дети детсадовского возраста. Попробуйте угадать, сколько процентов оказались гениями? 80? 98 процентов. Особенность эксперимента заключалась в том, что он проводился периодически. Через 5 лет те же дети прошли его повторно. В возрасте 8-10 лет. Каковы были результаты? 50. Еще через 5 лет, когда детям было по 13-15, эксперимент повторили еще раз. Улавливайте закономерность. Результаты оказались весьма неожиданными. Прямо противоположными. По идее, с возрастом человек должен показывать все более хороший результат. Но на основе этого эксперимента можно сделать два вывода. Первый. У всех людей есть такая способность. Второй. С возрастом она обычно исчезает. За годы в жизни этих детей многое изменилось. Одна из наиболее значительных перемен – они получили образование. В течение 10 школьных лет им твердили, что может быть только один ответ, и он в конце учебника. И подсмотреть его нельзя. И списывать нельзя. Потому что это нечестно. Вообще-то, за пределами школы то же самое называется сотрудничеством. Проблема вовсе не в учителях, а в том, что так получается само собой. Так заложено в генах нашей системы образования. Нам нужно менять точку зрения на человеческий разум. Необходимо прекращать делить людей на способных и неспособных. А знания на абстрактные, теоретические и профессиональные. Такое разделение – миф. Далее следует признать, что наиболее эффективно – обучение в группе. Сотрудничество – залог развития. Оценивая способности каждого человека в отдельности, разделяя учеников, мы создаем своего рода барьер между ними и естественной средой обучения. И в-третьих, нужно менять саму культуру образования, структуру образовательных учреждений и их отношение к учащимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!